Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором как только появляется в игре какая-то новая машина, вы уже через 2 минуты максимум можете смотреть обзор на неё у меня на канале. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь прямо сейчас. Сегодня 29 июля, и на момент, когда я снимаю видео, SMV CC64M Viper отсутствует в нашей игре. Но я снимаю свои видео заранее, именно поэтому гарантирую свежие обзоры, как только тачки появляются. И понятное дело, что на момент, когда машина появилась, вы увидели её в магазине или в рулетке, и хотите понимать, стоит ли тратить свою голду на получение данной тачки или, возможно, реальные деньги. Итак, давайте обсудим все за и против по данной машине и сделаем на неё абсолютно честный обзор. Понятное дело, что сравнивать будем с проходной SMV CC64. У меня двоякое отношение к Viper, если у меня особых претензий нет к этой машине, как к ПТшке в нашей игре, то в отношении коллекционной машины вопросов у меня, ну, несколько всё-таки поднакопилось за время теста данной тачки. Первое, что меня смутило, внешний вид абсолютно ничем не примечательный и ничем абсолютно не отличает тебя в игре от других машин. И многие игроки, исходя из того, что и тот, и другой аппарат имеют одинаковое название, не считая приписки Viper у нашей коллекционной тачки, никому не показывают вашего превосходства в бою. Ну, не то чтобы физического превосходства в смысле играбельности, а в смысле того, что никто не обращает на вас абсолютно никакого внимания. Все реально думают, что SMV CC64 Viper это всего лишь обычное SMV, просто с припиской Viper из-за того, что вы одели какой-то, возможно, уникальный внешний вид на данную тачку. Это первое, то что меня смутило. Ну, а второе, то что меня смутило, то что данная машина не обладает супер показателями, которые отличают машину от проходной версии. Нет, она все-таки лучше, здесь я спорить не буду. Безусловно, не во всем, но все же в отношении орудия однозначно. Итак, давайте будем сравнивать. Первое, что необходимо сказать, что Viper действительно похуже немножечко, но исключительно по цифрам в отношении маневренности и динамики. Вперед 35, назад 14 и время разворота в градусах 38-55. Если вы посмотрите на характеристики по проходной тачке, то здесь в отношении времени разворота на месте 36 и 29, то есть немножечко похуже. Ну, а в отношении времени, которое вы будете тратить на пересечение карты, здесь немножко бодрее. 38 вперед, 15 назад, но поверьте мне, разницы вы не прочувствуете абсолютно. Разница между этими ПТХами заключается в орудии. И орудие Viper действительно лучше, нежели любое орудие, которое есть у SMV. За исключением одного показателя. Все любят играть на SMV CC64 на вот этом вот альтернативном орудии, которое нет необходимости открывать при прохождении ветки для того, чтобы попасть на 9 уровень. Почему? Потому что здесь очень хорошее время перезарядки, совмещенное с хорошим уровнем по урону за один выстрел и неплохим пробитием. 243 мм, 410 единиц альфы и 8,5 секунд перезарядки. При этом орудия, которые имеют у себя барабан на несколько снарядов с системой дозарядки, тот же самый дополнительный патрон, как я его называю, страховочный, но он же резервный снаряд. 22 секунды дозарядка резервного снаряда и время перезарядки между собой внутри барабана 7,5 секунд, грубо говоря, и неполные там 8. Точнее не так, чуть более 8 секунд. В отношении базового орудия здесь более все уныло и на нем, понятное дело, играют только для того, чтобы попасть на следующий уровень. И как только переходят на следующее орудие, про предыдущее сразу забывают. А вот у нашей Вайперы, ребят, орудие гораздо приятней в отношении играбельности. Здесь те же самые, грубо говоря, 400 единиц урона у проходника 410. Этой разницы вы не почувствуете, зато бронепробитие 259. Ну и при этом всем вы имеете снаряд, который вы будете бросать постоянно с перезарядкой в 7,8 секунды. То есть, грубо говоря, неполные 8 секунд. Ну и страховочный снаряд, который перезаряжается не 22 секунды, а 20 секунд. Это действительно ощутимо. Стоит также отметить, что орудие по точности и в отношении времени сведения по ощущениям не отличается от проходника полностью. Что мы имеем на выходе? На выходе мы имеем тачку, у которой быстрее перезаряжается снаряд, которым вы будете работать постоянно. Ну и при этом всем у вас всегда в загашнике есть еще один снаряд на 400 единиц, которым вы можете кого-нибудь добрать. Огромное количество споров в отношении Вайперы, как только на нее начались первые сливы, было то, что у данной машины хуже бронирования и, соответственно, будет хуже живучесть. В отношении живучести играется точно так же, как и проходная машина. А вот в отношении бронирования, да, действительно, 238 во лбу башни. Запомнили эту цифру и сейчас будете просто в шоке, насколько разящая разница. Если вы посмотрите топовую башню или рубку, как ее там правильно называть, у ПТХи, то здесь у нас лобовое бронирование 255 мм, что существенно больше. И да, действительно, играть на данной машине, конкретно от рубки, безусловно, гораздо интереснее. По углу склонения здесь минус 11, у нашей Вайперы, которая появилась у нас в игре, здесь показатель по орудию точно такой же. Таким образом, получается, что играть от неровностей и от башни, рубки, называйте как хотите, в принципе, разницы вообще никакой нет в отношении комфортности выцеливания, а вот в отношении того, чтобы тебя не пробили, да, действительно, Вайпера в этом отношении проходнику уступает. Так что такое СМВ-ЦЦН-64 Вайпера и действительно ли он хорош? Давайте возьмем машину и поедем просто посмотрим в первом попавшемся бою. Ну что ж, друзья, поехали и давайте будем начинать, как обычно, с подвижности. Подвижность, когда я получил данную машину на тестирование, вызвала у меня смущение, потому что я посмотрел на показатели, увидел, что они отличаются от проходной версии машины, ну и немножко расстроился, потому что ожидал, что ПТХ будет вялой, ну и, соответственно, будет в этом отношении играться хуже, нежели проходняк. Но на удивление, с первого же боя я прочувствовал, что ПТХ передвигается очень даже бодро, как для своего уровня бронирования, и в целом все действительно комфортно, все действительно нормально. Как я говорил, стоя в ангаре, первое, что меня смутило, факт того, что игроки абсолютно не понимают, что ты играешь на коллекционной машине, на какой-то уникальной, и это действительно расстроило. Ну, не то, чтобы я прям хотел находиться в центре внимания, но все-таки, блин, разработчики, если вы назвали десятку Минотавром, и если мне память не изменяет, то это из мифологии, то можно было бы и данную ПТХ, поскольку она коллекционная и должна быть уникальной, назвать тоже в стиле чего-нибудь подобного. Назовите ее Минотаурус, не знаю. Или, если не хотите повторяться и переиначивать название одной из проходных машин, ну, назовите данную ПТХ, ну, Ариадна, допустим, в честь нити Ариадны, которая выводила из... секундочку... Которая выводила героев из... минотавровского... Ать... Как он там правильно называется? Господи, вылетело из головы. Ладно, бог с ним, с названием, заговорил со всем, давайте все-таки дальше тогда будем тестировать. Если походу вспомню, или напишите вы в комментариях, как называлось место, где Минотавр жил. Вылетело совсем из головы. Короче, машина действительно удалась. Машина действительно более приятная и более интересная по орудию, нежели проходная версия, на каком орудии вы бы не играли. Вопрос бронирования, вопрос третий. Потому что бронирование все равно присутствует. Оно есть, оно приятное, оно комфортное, ну и, соответственно, оно играбельное. Да, кто-то скажет, что нет, слабо забронировано, плохо. Но давайте будем говорить откровенно. Слабо забронировано, плохо в отношении брони. Это тот же самый Скорпион или, допустим, та же самая СУ-130П. Вот там действительно плохо забронировано и там действительно броня отсутствует. А тут броня есть, танкуют довольно часто. В отношении скорости поворота рубки все приятно. Выцеливать своих соперников ты можешь даже без полного сведения. От себя лично могу сказать, что тестируя данную ПТХу, я получал истинное удовлетворение от качества игры на данной машине. Ну, не в качестве моей игры, я далеко не самый лучший танкист, а от того, что на ПТХе действительно получается качественно играть, даже если ты не суперрукастый танкист. Вот этот страховочный снаряд, он перезаряжается быстрее, нежели у проходника. И ты действительно можешь быть результативным, даже если ты не киберкотлета. В данном первом попавшемся в бою я сделал три фрага. Думаю, что сделал более 2000 урона. Да, чуть-чуть больше, 2025. И эта ПТХа способна на большее, особенно если у вас более прямые руки. Знак классности первой степени. Довольно неплохой фарм, хотя не стоит сильно обнадеживаться, потому что фарм здесь в первую очередь завязан на особых достижениях. А если особых достижений не будет и не будет прям аккаунта, то, ну, грубо говоря, там 40 тысяч серебром чистоганом. Хотя тоже считаю, что довольно неплохо. Ну, а в отношении того, что я смог сделать в бою, я занял второе упрямое место в своей команде по количеству нанесенного урона и жесткое первое место по количеству уничтоженных соперников. Что я лично считаю для себя, играя на данной ПТХе, довольно неплохим результатом. Если вы играете лучше, чем я, то данная ПТХа вам однозначно понравится. Ну, а если вы качали ветку Минотавра и с удовольствием играли на проходной версии на восьмом уровне, то, поверьте мне, ЦС-64 Вайпера уж точно в ваших руках будет великолепной ПТХой, которую вы 100% сможете реализовать на все 200. Я всегда снимаю свои видео заблаговременно. И, как я говорил, для того, чтобы ничего не пропускать, вам достаточно просто подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ну, а если вы за честность автора и честность на канале, где я всегда высказываю свое мнение, абсолютно не подстраиваясь под Wargaming, то вам уж точно со мной по пути и стоит подписаться. Пошел снимать следующее видео специально для вас в отношении приобретения Вайперы. Думайте, я тоже думаю. С одной стороны, очень классная ПТХа, а с другой стороны, никто в боях не будет знать, что я весь такой уникальный и играю на тачке, которой на данный момент в игре нет. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.